МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оттуда будет выход на награждение. И под табло будут сделаны красивые паннеры, на фоне которых будут стоять пьедестал. Очень красочные, красивые модели, красивая музыка, красивая одежда. И все-таки они сделали так, чтобы сегодня город с лучшим бассейном олимпийского уровня за Уралом с одной из старейших школ подводного плавания в стране впервые в своей новейшей истории принимал соревнования такого уровня. Финал Кубка мира по подводному плаванию. А все началось пять лет назад с идеи, которая у этой женщины просто не могла не реализоваться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Кричихина, когда мы познакомились впервые пять лет назад, честно говоря, произвела на меня неизгладимое впечатление. Ну, это девушка с таким ядерным реактором внутри и с бешеной энергией человек. Очень противоречивый, как все творцы, со сложным характером. Вот мы не знаем, когда вы прилетаете, когда вы улетаете, нужны ли вам размещения в гостинице, сколько вас человек в конце концов. Восемь вечера после рабочего времени для большинства горожан. Но только не для нее. На время проведения спортивных событий такого масштаба офисом для переговоров у Натальи Кричихиной становится любое место, даже качели собственного дома. Наталья Кричихина, президент Федерации подводного спорта Томской области. Старший тренер сборной России по подводному спорту. Член Совета директоров СМАС. Мастер спорта международного класса, чемпионка СССР, чемпионка Европы. Организатор международных турниров по подводному плаванию «Снежные ласты» и финала Кубка мира по плаванию в «Ластах» в Томске. Жена, мать четырех сыновей. Я как раз-таки за это дело взялась, и Андрей тоже, только для того, чтобы доказать, наверное, что мы можем делать лучше всех. Но это, наверное, наша отличительная черта как спортсменов. То есть, когда мы плавали, мы хотели быть лучше, быстрее, сильнее всех. И это осталось с нами на всю жизнь. «Снежные ласты» — это был международный турнир. Кубок мира — это уже статус. То есть, Кубков мира проходит несколько в год. Международные соревнования можно делать тысячу. Поэтому «Снежные ласты» — это был просто трамплин. Мы всегда верили, что когда-то наши навыки пригодятся Кубку мира. Египет, октябрь 2015. Финал Кубка мира по подводному плаванию. Именно там впервые заговорили о Томске, как о мировом спортивном центре. Смелая идея Натальи Игоря Чихиной, поддержанная губернатором Сергеем Жвачкиным, провести финал Кубка мира в центре Сибири была не только услышана, но и поддержана всеми членами Международной комиссии. Энтузиазм, уверенность и напор, отработанные в спорте и здесь, сыграли свою роль. В первую очередь должна быть команда. То есть, местная федерация подводная должна сотрудничать с властью, со спонсорами. Должна иметь хорошую команду судьи. И вот эта комбинация, она дает право подавать заявку на проведение Кубка мира. То есть, без этой комбинации, мне кажется, что бессмысленно заявлять Кубок мира, иначе он просто будет неуспешным. Остальное, это уже то, чем мы можем победить конкурентов. В первую очередь, это традиции. Потому что Томская подводная школа, это, ну, куда ни капнешь, везде чемпионы. Вся Международная конфедерация, она хочет сюда приехать, потому что они хотят посмотреть вживую на кузницу чемпионов. Мы решили сразу поставить задачу, все делать на высшем уровне. Несмотря на то, что финал Кубка мира, это не чемпионат мира, тем не менее, мы подходим очень серьезно ко всему этому. И все, что вы увидите на самих соревнованиях, ну, это будет носить топовый характер. Потому что эта женщина по-другому не может. Идя через тернии к звездам, она поворачивает их в свою орбиту. И есть только один путь – вперед. И однозначная вера, что все получится. Места проживания спортсменов, а их ожидается более 300 человек из 20 стран. Много сопровождающих, их питание, трансфер, церемония награждения, одежда судьи и волонтеров, сувенирная продукция, подарки и медали, работа всех городских служб. Во время проведения соревнований такого масштаба надо учесть все. Ведь мелочи не играют решающей роли. Они решают все. Несмотря на то, что очень много серьезных вещей, которые мы готовим к соревнованиям, все, что касается электронной системы фиксации, все, что касается вывода видео на экран, музыки, света, есть маленькие мелочи. Мы даже коврики для спортсменов сделали, на которых написан наш вид спорта на английском языке. И эти коврики будут прикрепляться к дорожке. Этот коврик нужен для того, чтобы дорогостоящие костюмы для плавания сохранились, потому что дорожка очень жесткая, покрытие, и оно очень быстро рвет хрупкие купальники. Ее роль неоценима. Конечно, она как двигатель у нас тут, как локомотив, который тащит всех за собой. Сегодня, например, день рождения у ее мужа Сергея Дмитриевича, который тоже вносит большой вклад в наше общее дело. Но вот мы сейчас находимся здесь. 8 часов времени практически. Мы на работе. И так может быть каждый день до самого Кубка мира. Сейчас я сплю по 3-4 часа в сутки. И так же Андрей. Наверное, мы пишем свою историю. Кто-то до нас писал, кто-то будет писать после нас. Вот наша история, она такая. Она с нашими именами, с нашими героями, с нашей командой. Это то, в принципе, что хочется после себя оставить. В общем-то, у меня в жизни у самой все есть. Четверо детей уже взрослых. Хороший дом, хороший муж. Я думаю, что, наверное, пришло время созидать. Вот это у меня сейчас такой период созидания. Но я потом пример оставляю поколениям. Следующим, кто будет после нас. Я никогда не стал бы чемпионом мира. То есть она мне была всегда как второй тренер. Я не люблю, что ли, хвастаться так уж сильно. То есть это моя мама, действительно. То есть это у нас одна семья. Мы с ней работаем совместно уже давно. Но просто помимо нас есть большое количество людей, которые нам помогают и делают весь этот успех. Евгений Скорженко, Михаил и Сергей Черевко, Иван Рожков, Андрей Бураков. Томская команда мировых рекордсменов и победителей сегодня поддерживает подводный спорт в регионе, помогая в проведении финала Кубка мира и открывая новые имена. За более чем 50-летнюю историю подводного спорта у нас выросло 29 чемпионов мира. Томск – рай для подводников. Подводный спорт набирает все большую популярность в Томской области. Им занимаются тысячи мальчишек и девчонок. И самое главное – это совсем непридуманный для Томска бренд. Благодаря, может быть, подводному спорту, таким турнирам, такому вниманию, молодежь получает новых героев. И вообще-то мячи узнают новых героев. Мы стали более конкурентны. Раньше томичи уезжали в другие города. В Москву, в Питер, в Новосибирск, в Челябинск, в Екатеринбург. А теперь к нам уже приезжают люди, потому что им нравится, как мы работаем. Надо сказать большое спасибо губернатору Томской области за то, что появилось солидное финансирование. И у нас появилась возможность выступать большой командой на Кубках мира, завоевывать медали и становиться лучшими в мире. Моя мечта – чтобы наши спортсмены, подводники были так же популярны, как и звезды мирового спорта. С Андреем Бураковым плавали долгое время вместе. То он меня обгонял. Томские ребята, я сюда удивлялся, они всегда плавали очень даже неплохо, выступая в Чемпионах России, Мира, Межопы. Но при этом тренируются в кипском метровом бассейне. Сейчас построили этот шикарный бассейн. На самом деле, я даже поверить не мог, что финал кипка мира может быть в Томске. Но учитывая, что он как плохое сейчас начальство в Томске, я очень рад, что финал кипка мира получился. К нам приедет очень большое количество чемпионов и рекордсменов мира. Тем не менее, команда сборной Томской области очень сильная. В ней есть свои чемпионы и рекордсмены мира. В прошлом году у нас была всего одна чемпионка мира, а в этом году пятеро. Александра Скурлатова и Дмитрий Журман. 1997 года. Уже настолько опытные. И мы обоим после чемпионата мира в этом году сейчас оформляются документы на присвоение звания заслуженного мастера спорта. Также Алена Паршина, которая на сегодня является победительницей первенства мира, она достойно войдет в следующем году во взрослую компанию. За Аленой Паршиной идет очень большая плеяда хорошего молодого подрастающего поколения. Впервые финал Кубка мира по подводному плаванию в Томске. 20 стран, более 300 спортсменов. Старт 10 сентября в центре водных видов спорта «Звездный». Будет разыграно 56 комплектов медалей. Болеем за наших! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это билет для тебя! Пригласительные в каждой 20-й коробке конфет «Томские классические». Покупай, открывай, приходи! Приходите на финал Кубка мира по плаванию в ластах в Томске. Нам нужна ваша поддержка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова